Эта группа уникальная в своем роде. В специальном классе по плаванию пять мальчиков и девочка. Дети особенные, но несмотря на нарушения слуха, старательные. Занятия проходят два раза в неделю по полтора часа. Вначале разминка, после погружения в воду. Сейчас юные спортсмены практикуют бутерфляй, кроль на спине, брас и вольный стиль. Инструктор признается, он тренирует будущих чемпионов. Очень многие родители, на примере моих детей, которые занимаются два года и больше, они говорят, что дети приобретают больше силу голоса, крепнут связки. И в плане построения фразы, они начинают строить фразы уже такого более сложного компонента. Единственный в Беларуси спортивный класс открылся в школе-интернате для детей с нарушениями слуха. Они, как и обычные ребята, изучают русский, белорусский, историю и математику, только читают по губам и общаются жестами. Здесь шестиклассникам помогают максимально использовать остатки слуха. Несмотря на спорт, уклон, речевые навыки пригодятся в любой сфере деятельности. Особое внимание и к рациону питания. Он составляется с учетом возраста, диагноза и сезона. Обязательно высчитывается соотношение белков, жиров и углеводов. Процесс контролирует диетолог. Сегодня на обед щи, салат из морской капусты и картофельное пюре со шницелем, плюс томатный сок. Также здесь ежедневно проводится цевитаминизация первого и третьего блюда. В школе-интернате обучается 101 ребенок, 88 – инвалиды по слуху. У остальных установлены специальные импланты, но восприятие звуков и речь у детишек все равно нарушены. Здесь организованы две дошкольные группы и 15 общеобразовательных классов. С воспитанниками занимаются квалифицированные специалисты и учителя-дефектологи. Создана вся необходимая база для работы с детьми с нарушением слуха, но однозначно, конечно, нам хочется большего. Нам хочется развивать нашу материальную базу, интерактивные те же доски, которые будут помогать развиваться нашим детям, визуализация, чтобы была, потому что это очень важно именно для наших детей. Для особенных школьников разработаны специальные образовательные программы. Они направлены на адаптацию в обществе. Обучение проходит с применением оборудования, которое помогает преподавателям и детям понимать друг друга. Ведь этим ребятам, как никому другому, важно быть услышанными.